Уважаемые товарищи, многие из вас помнят о том, что в начале сентября прошлого года мы уже проводили в Нижнем Новгороде круглый стол на тему о проблемах укрепления обороноспособности России в сфере деятельности предприятий ОПК. Обсуждались вопросы, касающиеся фактического положения дел на предприятиях ОПК Нижегородской области и других регионов России, задача ускоренного внедрения новых технологий и разработки современных образцов военной продукции, способы наиболее эффективного формирования гособоронзаказа, проблемы импортозамещения, роста производительности труда, кадровые и другие проблемы оборонки. Еще в ходе подготовки круглого стола, а потом и при его проведении, руководители оборонных предприятий и организаций высказывали серьезную обеспокоенность в связи с принятыми Госдумой поправками в закон о ГОС и введением в соответствии с этим поправками нового порядка расчетов по контрактам гособоронзаказа. На основе результатов того круглого стола нами была подготовлена и за двумя подписями Зюганова и Тарнаева направлена письменная информация президенту России Путину. В документе подчеркивалось, что поспешная и непродуманная реализация некоторых положений закона может привести к серьезным проблемам при выполнении действующих и подписании новых государственных контрактов с Министерством обороны. Мы высказали предложение сформировать при военно-промышленной комиссии РФ рабочую группу для детальной проработки механизмов и методик реализации закона о гособоронзаказе с учетом предложений предприятий ОПК и банковского сектора. Предлагалось также рассмотреть возможность установления переходного периода для поэтапного вступления в силу положения закона о целях оценки последствий его применения. О своей беспокойной ситуации, сложившейся вокруг гособоронзаказа, информировал Верховного Главнокомандующего и председатель Думского комитета по обороне адмирал Камоеда. В декабре прошлого года мы получили ответ из аппарата Совбеза, в котором наше предложение не получили поддержки. Обосновывалось это тем, что действующим в настоящее время закон о гос. якобы полностью учитывают интересы исполнителей гособоронзаказа, и от них не поступала информация о каких-либо неразрешимых проблемах, препятствующих эффективной реализации задач в сфере государственного оборонного заказа. Но вопреки уверениям Совбеза, к нам продолжали и продолжают поступать сведения от руководителей предприятий ОПК о существенных недочетах в реализации закона о государственном оборонном заказе, который ставит эти предприятия в сложные положения, негативно влияющие на качество и своевременность исполнения гос. К ним относятся невозможность авансовых платежей, при опережающих закупках остро-дефицитных материалов, необоснованно долгий срок открытия отдельных счетов в уполномоченных банках, отсутствие ряда подзаконных актов и унифицированной практики банковского сопровождения, необходимость увеличения кадрового состава, бухгалтеров и т.д. Зак. Собрание Нижегородской области в конце февраля этого года вышло в правительство Госдумы с предложением по совершенствованию закона ОГОС, на мой взгляд, вполне обоснованными. Однако и эти изменения, как нам известно, правительством заблокированы, в основном по причине того, что предлагаемые изменения якобы уже отражены в действующем законе. Вместе с тем, по имеющимся данным, несмотря на дежурную оптимистичность Совбеза и правительства, в Минобороны и том же правительстве все-таки разрабатываются поправки к данному непогрешимому закону. Но это делается опять кулуарно, без совета со специалистами самой оборонки, с независимыми экспертами. Существует опасение, что эти изменения будут скорее косметическими, а не позитивно работающими. Такой подход к решению важнейших задач по Крыловской басне «Лебедь, рак и щука» чреват еще большими проблемами для конкретных исполнителей гособоронзаказа. Поэтому мы и собрались здесь, чтобы всесторонне обсудить с руководителями предприятий, конструкторами, учеными и экспертами, имеющиеся трудности в решении стоящих перед ними финансовых и организационных проблем при исполнении контрактов по ГОС. Необходимо также в кратчайший срок выработать действенные законодательные и иные предложения по повышению эффективности этой работы. Дело в том, что когда новые изменения закона, разработанные тендемом Минобороны и Минпромторга, будут внесены в Госдуму от имени правительства или президента, то фракция «Единой России» возьмет под козырек и утвердит их в первозданном виде, какие бы потом поправки с вами не вносили. Так что нужно сработать на опережение, вносить свои предложения, а мы по результатам обсуждения вновь подготовим информацию для президента Путина, вице-премьера Рогозина, министра обороны Шойгу, и будем добиваться, чтобы нас с вами услышали. Нам нельзя как страусом прятать голову в песок, не желая видеть и осознавать реальную мировую и российскую действительность. В последние годы серьезно и не в лучшую сторону изменилась обстановка в мире. Стремительно множит число региональных конфликтов, провоцирующих масштабные миграционные кризисы. Возникает целый террористический квази-государство, несущий угрозу для всего мирового сообщества. Даже благополучная Европа сегодня не может чувствовать себя в безопасности. Волна терроризма буквально захлестнула многие страны. Взор он самолет с нашими гражданами над Синаем. Кровавые события в Париже и Брюсселе потрясли весь мир. Угроза сохраняется для других государств, в том числе и для России, о чем нельзя забывать. Ведь нет более высокой ценности, чем мир и безопасность. От того, насколько эффективно мы сможем отстоять свой суверенитет, не допустить хаоса и насилия, избежать ошибок соседей, обеспечить мир, стабильное развитие, межнациональное и межконфессиональное согласие завидят будущее России. Но Россия, как мы понимаем, сейчас фактически находится в полномасштабном экономическом кризисе, что ведет к новому витку ухудшения жизни граждан. Экономика, народное хозяйство России разрушены катастрофическими либеральными реформами. Вместо индустриализации и модернизации экономики велись бесконечные разговоры об энергетической сверхдержаве, в результате чего наша страна оказалась в настоящее время лицом к лицу с новыми угрозами. Экономический рост, поддерживший исключительно высокими ценами на ресурсы, не смог обеспечить подавляющим большинству россиян достатка и благополучие, а привел к колоссальному разрыву в доходах между наиболее бедными и богатыми слоями населения. Такой разрыв неизбежно ведет к возрастанию протестных настроений в обществе и потере устойчивости всей сложившейся системы. Наше правительство не впервые сталкивается с подспудным народным недовольством, а вот народ, кажется, впервые видит такую откровенную неготовность и неспособность властей хоть что-нибудь предпринять в его пользу. Если в хозяйстве спад, а в бюджете дефицит денег, то ради главных и общественно полезных трат необходимо урезать все престижные и необязательные расходы. Ленин, уходя из жизни, оставил нам НЭП, который подразумевал такую политику, позволившую сравнительно быстро восстановить народное хозяйство страны, разрушенную двумя масштабными войнами, первой мировой и гражданской, а затем перейти к сталинской индустриализации. За короткий отрезок времени, с января 1992 года, новое российское государство претерпело серьезнейшие изменения во всех сферах жизни, экономики, политики, культуры, идеологии. В экономической истории РФ особый мест занимает 1998 год, когда произошел так называемый дефолт, который был порожден авантюристической политикой наших денежных властей по выстраиванию долговой пирамиды ГКО. В августе того же года пирамида рухнула, а страна осталась без валютных резервов и с пустой казной. Произошел беспрецедентный обвал валютного курса рубля. По стране прошла волна банкротств, предотвратили самые худшие последствия, лишь умные и энергичные действия правительства Примакова и Маслюкова. Последствия кризиса под названием дефолт удалось преодолеть лишь к середине 2001 года. Спустя 7 лет Россия столкнулась с новым, неожиданным для нашей власти несчастьем, финансовым и экономическим кризисом 2008-2009 года. Он был спровоцирован мировым финансовым кризисом, эпицентром которого стали США. Примечательно, хотя кризис пришел к нам из-за океана, российская экономика переживала его намного тяжелее. Эксперт утверждает, что в полной мере последствия этого российского кризиса преодолеть удалось лишь к концу 2011 года. Уже в начале 2014 года в России обозначились признаки нового кризиса, а в конце этого же года произошло неординарное событие – обвал валютного курса рубля. По итогам 2014 года рубль среди валют более или менее развитых стран оказался мировым рекордсменом по степени падения курса без малого в два раза. С падением курса российского рубля 2014 года сопоставимы лишь его падение, возникшее после дефолта августа 1998 года. Тогда курс провалился в три с лишним раза. Сейчас мы вступили в 2016 год, но признаков того, что мы преодолели кризис, нет. Эксперты полагают, что он продлится не только в течение 2016 года, но перейдет в 2017 год, и чем закончится, никто не знает. Таким образом, за короткую историю своего существования РФ практически половину всего времени находил в состоянии экономического хаоса, обвалов и серьезнейших обострений социально-экономических проблем, а вторую половину пытался выходить из кризисных состояний. Нормальным такое экономическое развитие назвать нельзя. Выходит, что кризисы – постоянное явление в РФ. А отсюда напрашивается вывод, что поражена сама модель экономики, которую нам более двух десятилетий навязывают. Кризис, который происходит в России сейчас, можно назвать валютным, финансовым, долговым, банковским, экономическим. Ослабление рубля произошло ударными темпами. Акции многих российских компаний, в том числе и экспортных, резко снизились. Российский фондовый рынок стал одним из худших в мире. После обвала рубля произошел отток депозитов из банков. Количество ликвидированных кредитных организаций достигло рекордного значения. Падение ВВП составило в 2015 году около 4% официальной инфляции на уровень 13%. Промышленные предприятия во всех отраслях производят масштабные сокращения персонала и переходят на короткую рабочую неделю. Магазины, отели, рестораны пустеют, потому что потребитель переходит на модель сберегающего поведения. Туристический бизнес разоряется, нарастают проблемы с внешним и внутренним долгом. Причинами этого масштабного кризиса являются падение цен на нефть, от экспорта которой формирует существенную часть бюджета Российской Федерации, дополнительные затраты, связанные с включением Крыма в состав РФ, потери от сворачивания производственных кооперативных связей с Украиной, продолжающие бегство капитала из страны. Ощутимым является влияние на российскую экономику и экономические санкции Запада. Надо понимать, что речь идет не просто об экономических санкциях, а о цивилизационном противостоянии Запада и России. Это противостояние уже можно назвать войной, пока холодной. Еще одна причина кризиса – это действие, или, что вернее, бездействие наших властей. Ни одного расследования причин и обстоятельств кризиса, потери от которого по оценке ряда экспертов, только гражданам РФ, обошлись суммой более 7 триллионов рублей, в стране так и не проведено. Власти никак не могут понять, что все происходящее с нашим рублем – результат не рыночной стихии, а целенаправленной экономической войны против России. В этой ситуации линия правительства по-мрежнему остается фундаментально ошибочной. Ее главное направление – переждать низкие цены на нефть и период санкций, а затем вернуться к прежней обанкротившейся либерально-экономической модели. Однако нужно понимать, что геополитическое противостояние России с Западом – это надолго. И оно, естественно, предполагает новую структуру экономики с опорой на внутренние ресурсы, внутренний спрос и эффективные государственные расходы. Какие же меры, на мой взгляд, должны быть предприняты в сложившейся ситуации? Коротко остановлюсь на основных положениях антикризисной программы КПРФ, получившей широкую огласку после проведенного Орловского экономического форума. Первое. Восстановить экономический суверенитет и реальную независимость страны. Для этого, прежде всего, предстоит установить должный государственный контроль над банковской системой и валютными операциями. Второе. Минерально-сырьевая база России обязана служить народу. Выручка от экспорта сырья должна идти в казну, а не обогащать олигархов и их челядь. Назрела задача создания мощного государственного сектора в экономике. Для этого необходима национализация не только нефтегазового комплекса, но и других ведущих отраслей, таких как электроэнергетика, железнодорожный транспорт, системы связи. Третье. Срочных мер по спасению требует сельское хозяйство. Четвертое. Необходимо всемирно поддерживать народные предприятия, ярко демонстрирующие свою эффективность. Пятое. Госмонополий на производство и реализацию шпиртосодержащей продукции даст бюджет страны еще 3 триллиона рублей. Шестое. Ввести в Россию прогрессивный налог на доходы физических лиц. Он введен в США, Китае, Франции, Германии, Швеции и многих других государствах. Седьмое. Дном, от которого можно будет оттолкнуться, должна стать четкая и внятная стратегия государства на реальное воссоздание тех институтов, которые разрушались на протяжении всех последних лет. Восьмое. Нужно вернуть в собственность государства все незаконно переданные в частную собственность крупнейшие предприятия в стратегических отраслях экономики и поставить их на службу народу, а не распродавать своим людям задешево пакеты акций, эффективно работающих крупных государственных компаний. Девятое. Образовать правительство народного доверия, который должен возглавить лично президент. При этом резко сократиться численность администраций, президента и аппарата правительства на федеральном и региональном уровнях за счет уменьшения дублирующих структур. Десятое. В сфере промышленного производства приоритетными должны стать меры по укреплению основы экономики топливно-энергетического комплекса путем незамедлительного восстановления единой энергетической системы России, передачи преобразованным Минэнерго всех ТЭЦ, гидростанций и энергопроводящих систем. Одиннадцатое. На базе «Газпрома», «Роснефти» и других нефтедобывающих компаний создать отдельное министерство, определить минимальную цену за 1 кг, потребляемую электроэнергии, 1 тонну нефтепродуктов и 1 кубометр газа для физических и юридических лиц. При таком подходе государство будет датировать Минэнерго и Миннефтегазпром, направляя средства на их развитие. Для всех же других предприятий, организаций, граждан, электроэнергии, бензин и газ будут стоить копейки, что сразу потянет все отрасли экономики и платежеспособный спрос населения вверх. Возникает вопрос, где взять средства для решения поставленных целей. Я выскажу свое мнение, основанное на предложениях некоторых известных экономистов. Конечно, оно не бесспорно, но ведь на конференции мы собираемся как раз для того, чтобы провести своеобразный мозговой штурм по выработке наиболее эффективных подходов к решению таких неординарных задач. Первое предложение. Выручка в иностранной валюте от продажи всех видов экспортных продуктов должна быть передана государству, а предприятие, работающее на экспорт, получает от государства эквивалент этой валюты в рублях. Например, мы экспортируем в год продукты на сумму 300 миллиардов долларов, то есть примерно на 20 триллионов рублей. Эту сумму в рублях и получает предприятие, а 300 миллиардов долларов поступает государству как золотовалютный запас. Под них государство может напечататься еще 20 триллионов рублей и направить их в бюджет. Это не приведет к увеличению инфляции, поскольку деньги обеспечены золотовалютным запасом. Второе предложение. Мы должны проработать и обеспечить возможность всем существующим юридическим лицам на территории РФ сделать свободную переоценку своей собственности с единым видом регистрационного сертификата, которую утвердит государство. Юридические лица должны иметь право предоставить эти сертификаты государству в пользование сроком на 25 лет для возможности производства под них дополнительной рублевой эмиссии, из которой 50% от каждой суммы, указанной в сертификате, пойдут в бюджет государства, а вторые 50% в виде собственных вложений самого юридического лица, издавшего сертификат, пойдут на развитие его производства или видов его деятельности согласно уставу. Чтобы избежать возможных злоупотребляний в виде непрофильного использования денежных средств, выделяемых юридическим лицам, у них будет право свободно пользоваться только 10% суммы, а 40% суммы, выданной им государством безвозмездно и беспроцентно, может быть использован только на приобретение необходимого оборудования, сырья и материалов для подъема и развития собственного производства. Реализация второго пункта нашей программы, во-первых, дает наполнение денежными средствами конкретных адресатов в виде юридических лиц безвозмездности реализации коррупционной составляющей стороны чиновников, а также резко увеличит спрос и предложения на рынке производства и услуг и, соответственно, наполнение рынка собственными товарами. Во-вторых, как и в первом пункте, это еще дополнительное поступление денежных средств в бюджет, что дает государству возможность полностью выполнить свои социальные обязательства и, естественно, при необходимости индексировать пенсии и заработные платы. Третье предложение. В каждом регионе нашей страны есть природные ресурсы и государственное имущество. Для субъектов федерации государство сдает свой вид сертификата, который региональные правительства могут использовать, то есть сделать оценочные сертификаты на природные ресурсы и государственное имущество и передать федеральному правительству в распоряжение на 25 лет. При этом провести эмиссию из расчета 50% в федеральный бюджет, а 50% в региональный, но уже не как дотации от государства, а как собственные средства по той же схеме и с теми же результатами, что и в предыдущем пункте втором. Соответственный эффект и результат от данной деятельности также приносит в федеральный бюджет средства и дополнительно в региональный бюджет кратные доходы, что облегчает государство способность выполнения всех статей бюджета. Банки. Любой из банков РФ может получить от зарубежного банка-партнера долгосрочные банковские гарантии со сроком 10 до 25 лет под 0,5% годовых. Сегодня на западном рынке это самая дорогая цена за гарантию. Получив такую гарантию, коммерческий банк передает ее в ЦБ, Минфин, Казначейство на весь срок ее действия под 0,5% годовых уже для российской стороны с правом денежной эмиссии в виде межбанковского кредита. Но это осуществляется при условии, что данный банк будет кредитовать на территории РФ в виде товарных и производственных кредитов для приобретения необходимого оборудования, сырья и материалов без выплаты наличными. Через хозяйственные предприятия под 1% годовых сроком на 10-15 лет, например, для приобретения различного оборудования, тракторов, комбайнов, посадочного материала, емкостей, для нефтепродуктов и самих нефтепродуктов и так далее. Производственные предприятия сроком на 15-20 лет под 2% годовых на тех же условиях, что и сельскохозяйственные предприятия, и торговые предприятия под 3-5% годовых сроком на 3-5 лет. При этом обязательным требованием со стороны государства для банка должно быть то, что банком кредитуются любые существующие, вновь созданные или создаваемые предприятия без всяких условий для этих предприятий со стороны банка, кроме изготовления проектной документации. Реализация данного комплекса первоочередных мер позволит стабилизировать экономическую ситуацию в стране и мобилизовать ресурсы для возвращения России с сегодняшнего состояния квазиколонии Запада к индустриальной державе. В свою очередь, это создает необходимый задел для реализации дальнейших мер по созданию самодостаточной, но не изолированной от мирового хозяйства экономики, способной обеспечивать высокий стандарт уровня жизни, поддерживать независимый внешнеполитический курс и на равных конкурировать на мировом рынке промышленной и высокотехнологичной продукции. Ни у России, ни у российского народа не будет ни политического, ни экономического, ни социального будущего, если в условиях кризиса нам не удастся остановить продолжающее разграбление богатств нашей Родины, прорвать навязываю нам США и странами западоизоляцию и преодолеть надвигающую материальную нужду большей части населения. Совершенно очевидно, что без реализации вышезложенного комплекса первоочередных мер мы обречены на стагнацию и изоляцию со стороны США и стран Запада и неизбежное падение уровня жизни населения. Их немедленная и последовательная реализация позволит постепенно ликвидировать отставание от наиболее развитых стран и использовать наши естественные конкурентные преимущества не на благо узкой кучки олигархов, а на благо России и всего российского народа. На фоне кризиса политический маятник явно качнулся влево. В обществе растет запрос на патриотическую идею. Это показывают все социологические опросы. Народ на своей шкуре все больше осознает негодность неолиберальных рецептов. Момент критический. И по нашему убеждению, левый поворот сегодня единственный выход для страны. Нужно выявить и объединить все силы, даже не коммунистической направленности, но при этом патриотически настроенные, способные этот поворот совершить. КПРФ готовы к этой многогранной работе, к сложению усилий всех прогрессивных национально-ориентированных сил. Или мы сумеем этот поворот совершить, или нам грозит неминуемая стагнация и еще больший откат из клуба цивилизионных стран на задворки мирового сообщества. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Петрович.